Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик, и в одном из моих видео, в комментариях, меня притянули, собственно говоря, к моим же словам. Но я с этим полностью согласен, да, в одном моменте я имел такую неловкость, да, неправильно выразился по расшифровке аккумуляторов. Такое бывает, я объясню, с чем это связано у меня. Дело в том, что, например, эта маркировка, вот, касается, объясню, к чему. В одном из видео я сказал, что, вот, при расшифровке, после этой цифры, там, ВЛ была на фарсе, я сказал, что это полярность, действительно, это не так, на самом деле, да, это обозначение воды, расхода воды, из-за чего я, собственно, так проворонился, из-за того, что на импортных батареях, где идет код, там, 75B24LR, это как раз полярность, да. Но это была не основная тема видео, я об этом так ляпнул мимолетно, можно сказать. Ну, и сейчас я бы хотел поговорить как раз вот об этой букве. Расшифровка, да, 6ST обозначает, что у нас количество аккумуляторов в аккумуляторной батарее 6, она является по типу стартерной, и ее емкость 55 Ач. Дальше буква, которая идет, она означает, как раз, потребление воды в аккумуляторе, то есть, то, с какой силой он выкипает. Есть несколько обозначений. Буква Н, это нормальная, значит, нормированная, это, то есть, считается, что батарея малосурмянистая, она активно кипит, и она активно выделяется. Выделяет воду, ну, кипит, короче говоря, и вода уходит, понижается уровень, это первое. Буква Н. Дальше идет L, это низкое потребление воды, это обычно маркируется так гибридные аккумуляторы. Соответственно, на гибридных в экипании идет меньше. И следующее идет VL, это Very Loud, это очень низкое, ну, очень сниженное потребление воды, это идет на кальциевых аккумуляторах. Вот, и, то есть, по такому методу, в принципе, можно отследить, какого характера батарея. Но, когда я начал смотреть, то есть, реально, что пишут на аккумуляторах, я был немножко, конечно, в шоке. В принципе, по своей практике, да, действительно соответствует вот эта буква, она действительно соответствует количеству в экипании. Но я был очень удивлен, когда, например, вот Танкстон, да, аккумулятор Silver Star, он идет полностью малосурмянистый, у него указано L, хотя должна быть N. Почему так, не ясно, вот. Но пройдем сюда по Silver Star, все-таки покажу, да, как это все дело, где искать. Итак, здесь мы уже, здесь низкое потребление воды, хотя батарея малосурмянистая. Дальше мы смотрим, тот же, но немножко понавороченней, это Silver Star уже гибрид идет, обозначение такое же, 6ST, но это 65 уже, тоже L. То есть, можно сказать, что будет то синий Silver Star, будет то красный, и потребление воды у них абсолютно одинаковое. И, по сути, разница-то минимальна в них, да, в плане обслуживания, но по факту вот этот кипит немножко меньше. Дальше. Кальциевый аккумулятор Force, да, на котором я, так скажем, затупился, да, 6ST, 65VL. Very Loud, очень низкое потребление воды, это свойственно всем кальциевым аккумуляторам. И мой главный, так скажем, фаворит по непонятной ситуации, это аккумулятор Uno. Я почитал много отзывов про него в интернете, откликается очень плохо, по своему опыту могу сказать, что это не один из лучших аккумуляторов. И у него, вот смотрите, 6ST, 55N, видите, N нормированное. То есть, это, что не есть как раз, это и идёт абсолютно малосульмянистая батарея, то есть, с активным выделением воды. То есть, он адски кипит, это самое дно, так скажем, из всех кипящих аккумуляторов. Вот, то есть, в него как раз надо литрами подливать водичку. Но, каково было моё удивление, когда я зашёл на официальный сайт компании Батбаза, которая производит форсы, Uno, Доминаторы, вот, все аккумуляторы этих марок. И, когда я зашёл на страничку именно Uno, я был вообще в шоке. Там указано, что аккумулятор Uno исполняется по кальциевой технологии. И я просто в стопор реально встал, то есть, 6ST, 55N, N нормальное потребление воды. То есть, вообще кальциевые, все VL, форс кальциевый, VL, Uno тот же завод, как бы кальциевый, но почему-то N. И стоит он в 2 раза дешевле, вот этот Uno, чем форс на вторичке. То есть, и сколько я знаю, это, то есть, те, кто берут на иномарку Uno, это просто уходит в никуда деньги, быстро заканчивается, он быстро перестаёт работать. Вот, и, то есть, по этому моменту тоже быть внимательным, да, то есть, вот эта маркировка, она более правильная, потому что это приближено, так скажем, ГОСТу к неким правилам, нежели то, что пишут на сайтах. И обратите внимание, что на самом Uno, у него нигде не написано, что какой он, да, там кальций, кальций или там ещё что-то гибридный, он там ничего не написано, написано только N. Но я больше чем уверен, что это именно малосурмянистая батарея, а не кальциевая, как написано на официальном сайте. Но если меня смотрят представители компании БАД БАЗа, то есть, ну, дайте развернутый комментарий, почему кальциевый аккумулятор адски кипит, и, то есть, туда надо подливать литрами водичку. Ну и всё, собственно, ещё, да, как можно определять по маркировкам, ну, я уже это говорил не раз, это именно вот по таким, так скажем, рекламным моментам, ну, вот она батарея кальций-кальций, где указано кальций плюс, как, например, на зверях, там на них написано либо кальций плюс, либо вот как на Сильверстаре просто написано гибрид, это, так скажем, средний класс по выкипанию, и малосурмянистые самые активные по выкипанию как раз. И, то есть, вот этот момент тоже надо следить, если у вас батарея с буквой Н или с буквой Л, то периодически, конечно, в неё надо заглядывать и, как раз, проверять, контролировать уровень. И доливать только дистиллированную воду, никакого электролита. Если батарея у вас по типу ВЛ, то в неё надо лазить намного реже, но, тем не менее, иногда, то есть, залезть всё-таки нужно и проверить уровень. Потому что бывают какие-то проблемы с электрооборудованием, когда водичка из аккумулятора активно испаряется, концентрация увеличится, соответственно, сверху пластины оголяются, перегреваются, снизу концентрация повышенной кислоты, соответственно, тоже ведёт к разъеданию. Поэтому за уровнем всегда следите, за маркировочками всегда читайте, но сразу повторюсь, вот эта маркировка, она свойственна большинству российских аккумуляторов, на импортных аккумуляторах такого нет. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, всем пока!